Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – 4 квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Время укладывать тротуары. Работы по укладке тротуаров проходят в Варваровке. В Анапе специалисты управления муниципального контроля выявили стихийную свалку. Актерское мастерство и театр – как основа таланта и высоких достижений. А сейчас обо всем подробнее. Новые тротуары для селян – всегда радостное событие. Сотрудники предприятия дорожно-ремонтной службы «Вираж» ведут сейчас укладку новой пешеходной зоны вдоль дороги в селе Варваровка. Бой кувалды, отбойного молотка, пронзительный визг болгарки и вовсю работающий трактор. Эти звуки для жителей Субсехского сельского округа как музыка. Работают и в будни, и в выходные. Укладывают тротуар протяженностью 830 метров. Для маломобильных граждан предусмотрены пандусы, ступени и разъездные площадки. Позже сюда поселят тактильную плитку специально для колясок и установят перила. Предусмотрена система водоотвода с проезжей части через водоприемные лотки. Сейчас стали за дорогой смотреть, ремонтировать получше. Раньше лотки налепят и все. А сейчас более улучшили дорогу. По обочине много лет ходили, прижимались. Эта дорога – единственная связывающая город Гайкадзорский и Субсехский сельский округ напрямую. Транспортный поток всегда большой. Большое спасибо за будущую работу. Очень вам благодарны, в том числе и сотрудникам, которые делают эту работу. Тем более сейчас, когда началась большая стройка, вы сами посмотрите, сколько проходит машин. Не то что за час, а за пять минут. И дети, которые ходят в школу, и старики, магазин. Еще раз большое спасибо. Работы по благоустройству и ремонту дорог в Анапе и сельских округах продолжатся. В первую очередь отрабатываются заявки и пожелания напчан. Ремонтируются те дороги, которые больше всего нуждаются в ремонте. Это целенаправленная работа администрации под непосредственным контролем главы города. Составить реестр для себя, чтобы мы имели понимание, что это за дороги, ширина, длина, сколько домов, в каком она состоянии. Если у нас завтра по решению главы города или администрации края мы выходим в ту или иную программу софинансирования, и нам предлагают 50, 100 миллионов, неважно, то мы должны быть уже готовы выйти с предложением, где, в каком сельском округе или какие улицы города будут в первую очередь отремонтированы. Я предлагаю поднять, попросить наш отдел писем, начать с заявлений и обращений граждан по всем территориям. И, в общем-то, я понимаю, что это работа не одного дня, но до конца года, я думаю, мы с ней справимся. А пока этот участок дороги ремонтируют под ключ с учетом всех существующих требований. В Анапе специалисты управления муниципального контроля выявили стихийную свалку. Подробности в сюжете. Территория была захламлена настолько, что больше напоминала полигон для сбора ТБО, чем дорогу к морю. Кто засоряет территорию, выясняли специалисты управления муниципального контроля. Ежедневное дежурство принесли результаты, заметив сотрудников службы, водители разворачивали автомобили, а значит, увозили мусор с собой. Управление муниципального контроля совместно с управлением жилищно-коммунального хозяйства ведут работы по ликвидации несанкционированной свалки. Привлечено большое количество единиц спецтехники. Это и погрузчики, это непосредственно и большие самосвалы. В результате данной деятельности мы планируем ликвидировать эту свалку и запретить всем жителям сюда складировать этот мусор. Ликвидировали стихийную свалку за три дня. В первый день задействовали шесть единиц спецтехники, во второй восемь. Строительный мусор, отходы, покрышки вывезли на специальные полигоны. Завершающий этап работ провели на третий день. Очищенную от отходов территорию перекопали. Специалисты Управления муниципального контроля ежедневно проводят мониторинг города и выявляют нарушения правил благоустройства. По каждому нарушению специалисты возбуждают административное производство, готовят пакет документов и направляют на рассмотрение административной комиссии, где определяют сумму штрафа. Требование к нарушителям остается прежним – устранить все замечания и причины претензий. Помощь гуманитарная, правовая и психологическая. Детям-беженцам оказывают комплексную помощь на базе здравницы «Полярные зори». Более 15 тысяч детей-беженцев из Украины находятся в пунктах временного размещения в России. Сотрудники УФМС совместно с киностудией «Союзмультфильм» решили отвлечь ребят, которые из-за военных действий в их стране оказались в сложной жизненной ситуации. Замена трагическим новостям – самые новые выпуски знаменитого мультипликационного журнала «Веселая карусель». У нас через день показывают мультики, и мы очень этому рады. Знаем, что нам бесконечно и по телевизору не показывают никаких мультипликационного журнала. У нас это не ловит. Мы приходим, они очень любят, и младшие любят мультики смотреть, и старшие. Это когда танцуют, ну, типа дискотекарные дети, вот они любят просто потанцевать, попрыгать. Сборники предлагают ребятам поучительные, веселые и красивые мультфильмы, выполненные в самых разных техниках. В числе подготовленных к показу мультфильмов есть и работы, получившие престижные награды международных фестивалей в 2014 году. Такие мультпоказы проходят во всех городах России, где постоянно проживают или временно находятся дети из Украины. Актерское мастерство и театр – как основа таланта и высоких достижений. В детской школе искусств номер два прошел ежегодный семинар по актерскому мастерству. В семинаре приняли участие 25 педагогов дополнительного образования и сообща вывели формулу успеха. Педагоги Новороссийской, Геленджика, Абинской и Анапы с восторгом отзываются о семинаре. Работу над речью текстом, мимикой и жестами учащиеся театральной студии «Индиго» провели на семинаре. Василий Черепанов – режиссер в городском театре в профессии более восьми лет. Для него работа не только заработок, но и удовольствие. Режиссеру больше всего запомнилось живое общение со зрителями в зале. Каждую тему, которую разбирали, преподносили вкусно и легко. Впечатление выше всяких похвал. Семинар по такому сложному искусству, как художественное слово – это редко. Материала мало. Мало людей, которые работают с этим. Мало людей, которые действительно понимают, что они делают. И этот семинар – это действительно огромная помощь, огромный пласт тех знаний, которые мы можем получить. Я очень рад, что у нас проводятся такие семинары. Знания, полученные во время семинара, оценили все поколения мастеров искусства речи. Для Дарьи Бровко семинар прошел на одном дыхании. Считают, всегда есть к чему научиться у коллег. Перед семинаром было очень много вопросов Геяне Ивановне. Вопросы заключались в том, как правильно нести художественное слово людям. Как зрителя завоевать. Потому что понимаешь, что очень много пробелов от незнаний. И эти семинары дают очень много внутренней поддержки и знаний, как работать с детками. За долгие годы работы с детьми самого разного возраста у педагога театра-студии Индиго Геяне Визарян сформулировалось профессиональное представление о том, в чем же заключается польза театра для детей. Театр воспитывает добрых и творческих людей, будет фантазией и помогает реализовать способности, раскрыть таланты. Геяне готовилась к этому семинару 11 лет. Свой опыт и знания передала участникам семинара. Сегодняшний семинар, сегодняшняя теоретическая часть – это итог моей педагогической деятельности за 11 лет. Вот все эти 11 лет я собирала какой-то опыт свой. И сегодня это вылилось в семинар, в методические рекомендации. Я очень люблю работать вообще с художественным словом именно. Поэтому мне удовольствие сегодня поделиться своим опытом с коллегами. Театр для детей – волшебный край, в котором ребенок развивается, играя. А в игре он познает мир и учится жить. И в продолжении новостей культуры. В Анапе подвели итоги первого этапа краевого благотворительного конкурса «Ремесло Богородицы», приуроченного к празднованию Дня Матери. Вышивки крестом, гладью, решилье, лентами, бисером, стеклярусом и пайетками. На конкурсе представлено 38 разных работ. Алевтина Богачева – социальный работник. Уже второй год принимает участие в конкурсе «Ремесло Богородицы». В этом году на суд зрителей участница представила свою работу «Домик в деревне – вышивка крестом». Мама и бабушка Левтина Александровна тоже любили шить и вышивать. Поэтому уже с детства, еще маленькая девочка, она начала заниматься рукоделием. Дочь в школу ходила, я ни разу не покупала ей форму и фартук. Я всегда ей шила и что-то обязательно с вышивками. Эти воротнички не пришиты, вышитые были. Оно очень интересно же. Это для души, для сердца. В конкурсе приняли участие школьники и студенты, учащиеся детских художественных школ, воспитанники школ искусств и все желающие, без ограничений возраста. На представленных работах православные храмы, библейские сюжеты, образы, элементы живой природы, натюрморты. В Доме культуры молодежной участникам конкурса посвятили праздничный концерт. Для умельцев выступили вокальные и танцевальные творческие коллективы. При оценке конкурсной работы жюри учитывало оригинальное замысло, композиционное решение и качество исполнения. Вышитая бисерами кона Божией Матери Трилетцевущая сразу обратила на себя внимание. Автор работы Кристина Лобова. Именно ее картина заняла первое место. Второй этап конкурса «Финал» пройдет в Краснодаре 29 ноября. Спортивные новости в продолжении выпуска. Соревнования по кикбоксингу провели в спортивном комплексе на базе детско-юношеской спортивной школы номер 10. Подробнее о ходе соревнований и участниках расскажет Наталья из Мозгова. Кикбоксинг – максимально контактный вид спорта, рисковый и травмоопасный. Во время боя спортсмена способны отвлечь только три слова. Файт – работать, стоп – полная остановка боя или брейк – шаг назад. Артур Виндугов приехал на соревнования впервые. Всего год занимается кикбоксингом. Меня брат очень долго заставлял. В итоге я пришел, мне понравилось и вот стал ходить. Новое общение, знакомство, нету каких-то вредных привычек у людей, все спортсмены. Ну и просто атмосфера. Что самое главное для победы здесь? Самообладание и чтобы не было никакого страха. Чтобы выложить максимум на ринге, чтобы доказать сопернику, что ты сильнее него. И определенно следующего соперника испугать, наверное. Испугать противника получилось уже во время тренировки. Судьи присудили техническую победу. Противник не вышел на бой. Алим Березгов из Кабардино-Балкарии в этом спорте уже восемь лет. Чемпион Кабардино-Балкарии и серебряный призер Кубка мира по кикбоксингу, он приехал за победой. Однажды я пришел домой и родители увидели у меня фингал. Они решили, что мне нужно заняться спортом. Ну и я выбрал кикбоксинг, пошел, отзанимался. Первый раз поехал, занял первое место. Потом мне понравилось, я начал углубленно заниматься. Конечно, есть и поражения, есть титулы. Спорт, ну, благодаря ему тебя уважают, на тебя смотрят. Ну, маленькие дети, беру с себя пины. И это очень хорошо, я горжусь этим, не употребляю там ничего, не пью, не курю. Алим выступал в последней паре, и его боя стоило ждать ценителям. Результат – чистая победа. Зрителей много, есть совсем юные, но не менее боевые. Пришла болеть за брата. Как брата в голову? Коля. А что это тебе на руках? Пиратчатки колены. Все не переживают. На открытый турнир приехало 157 участников из Краснодара, Крымска, Новороссийска, Геленджика, Анапы, Кабардино-Балкарии, Туапсей и других городов и районов. 54 пары весовой категории от 18 до 71 килограмма. Дети, вот они боксировали, они 18 килограмм были или что-то такое. Они слова назад не знали, вот что мне в них и понравилось. Они оба шли вперед, вперед и только вперед. Молодцы. Такие бы бойцов нам побольше. Здесь я вижу участников и победителей, призеров первенства России и международных турниров. Уровень высокий. Победители турнира вошли в сборную команду Края по кикбоксингу. Это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. В среду 26 ноября в Анапе солнечно и ясно. Температура воздуха днем плюс 5-7, ночью до 2 градусов тепла. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 759 миллиметров ртудного столба. Температура морской воды плюс 3 градуса. Далее блок полезной информации от партнеров программы. Производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Випарт» в торговом центре «Алиса». Здесь знают, что будет актуально в новом сезоне. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – 4 квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова